МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир 4-го канала продолжает программа о 7 дней при Бужье. Меня зовут Даниил Верковский. Я приветствую жителей Брестского района, а также всех, кому интересна жизнь нашего приграничного края. И вот о чем сегодня в выпуске. Чтобы на улицах стало светлее. В районе ведутся работы по замене ламп уличного освещения. В преддверии памятной даты. Чем живет районная организация воинов-интернационалистов, рассказал ее председатель. В доме старинном душа наших предков. В библиотеках района создаются этнографические городки. Первенство Брестской области по туристическоприкладному многоборью в технике пешего туризма в загородных помещениях приняло при Бужье. А теперь обо всем подробнее. Во всех 145 населенных пунктах Брестского района должно быть светло. В Прибужье ведется работа по замене устаревших ламп уличного освещения на новые, светодиодные. На этой неделе работники Брестского сельского района электрических сетей заменили лампы на двух улицах деревни Непли. Наша съемочная группа наблюдала за работой. Чтобы было светло и комфортно, специалисты бригады уличного освещения меняют старые светильники серии ЖКУ на новые светодиодные в деревне Непли. Объем работы ожидается внушительный, поэтому замена ведется поэтапно. В данном случае на улицах Песочной и Колхозной устанавливают 13 таких ламп. Свет будет ярче, вид эстетичней, управление автоматизированным. Начиная с 2022 года, нами освоена технология работы под напряжением. Нас специально отправляли обучаться в Гродницкий учебный центр. Это позволяет нам не гасить абонентов, то есть оставлять их с электроэнергией в период проведения этих работ. К сожалению, существует ряд ограничений, например, погодные условия. И тогда мы используем прежние методы работы, отключаем, заземляем. Общая протяженность линий наружного освещения населенных пунктов Брестского района – 663 километра. 7 тысяч светильников. Облсполкомам поручено произвести замену всех ламп уличного освещения до 2026 года. В текущем году в Прибужье запланирована замена 2200 ламп. Светодиодные лампы – это высокотехнологичный продукт, имеющий высокие технико-экономические показатели. Их потребление в два раза меньше, чем обычные лампы. Вместе с освещением устанавливаются новые шкафы автоматики управления, которые включают освещение в ночное время и отключают дневное. Установка светодиодных ламп позволит повысить надежность снабжения населенных пунктов и в целом улучшит комфортность проживания в сельской местности. В ближайшее время планируется замена ламп уличного освещения в Блювиничах и Чернях. В перспективе светодиодные лампы должны быть установлены во всех населенных пунктах района. Вероника Яковец, Юрий Плинда, 7 дней при Бужье. 15 февраля исполнится 34 года со дня вывода советских войск из Афганистана. 5000 уроженцев Брестской области прошли через ту войну. 117 из них так и не вернулись домой. В этот день по всей стране пройдут митинги реквеймовых честь и память. Готовится к очередной памятной дате и Брестская районная организация воинов-интернационалистов. Чем сегодня она живет, наши корреспонденты поинтересовались у председателя организации Александра Крюкова. По зову сердца, 15 февраля они вновь соберутся в Брестском парке воинов-интернационалистов. Те, кто принимал непосредственное участие в афганской войне, кто потерял своих родных и близких. Ветераны боевых действий сегодня по-прежнему в строю. Занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, чтут память погибших. Брестской районной организации ветеранов войны в Афганистане сегодня состоит 92 человека. У нас в клиниках жил такой Юра Харитончик. Он погиб в Афганистане, сапер. Первое, что я сделал, когда меня избрали, это я с директором школы, их поселка-клиники поговорил, чтобы сделать именную школу имени Юры Харитончика. Открыт мемориальную доску. Директор этой школы очень такой, человек очень такой, ну он фанат, педагог от Бога. Поддержал в этом. Ну и в итоге мы сделали именную школу. Первая такая большая работа, именно патриотическая. Открыли мемориальную доску. Очень красивую, очень хорошую. Просто надо с детьми работать. У нас обычно в последнее время почему-то все говорят, вот школа должна воспитывать детей. Школа должна учить их, давать им, ну в какой-то мере, да, дисциплину поддерживать. Но воспитывать детей должны родители, но не в школе. Вот. В школе должны давать знания. При всей насыщенности работы с подрастающим поколением, Александр Сергеевич также хотел бы, чтобы воинов-интернационалистов больше привлекали к работе с трудными подростками. Ветеран считает, что это принесло бы большую пользу в разных воспитательных аспектах. У нас вот каждый год на базе нашей организации, наши вот ребята участвовали. У нас много очень детей трудновоспитуемых. Хотя вот сейчас вот в этом году мы уже работали, в прошедшем году с такими лагерями, где собирали трудновоспитуемых детей. Проводили у них конкурсы, викторины. Но я бы хотел, наверное, чтобы в этих лагерях работали и с этими детьми наши ребята, афганцы. Есть в районе организации воинов-интернационалистов и другие планы работы с молодежью. Ведь это люди, закаленные войной, и они смогли бы найти подход к сердцам детей и подростков. Юрий Печер, Станислав Линник, 7 дней при Бужье. В доме старинном душа наших предков. Сохранить память о малой родине – одна из целей библиотек Брестского района. В Страдичи и Знаменке библиотекари совместно с местными жителями создали так называемые этнографические городки, представляющие собой уголки народного быта. В путешествие в прошлое отправилась наш корреспондент Валерия Гальперина. В белорусской хатке более 150 экспонатов – старая одежда, ложки, лапти, люлька. И многие другие вещи разного времени сохранялись и передавались из поколения в поколение жителями Страдичи. Первые артефакты в сельской библиотеке появились еще в 1995 году. С того времени интерес к историческому наследию у жителей при Бужье только возрастал. Здесь все предметы собраны жителями нашей деревни. Посмотришь на музей и восхищаешься, какие народные умельцы жили в деревне, какие мастера и мастерицы были. Здесь все экспонаты изготовлены жителями деревни Страдичи. Хатки всегда многолюдны, ведь прошлое здесь воспринимается наглядно. И посетители, будто дети или взрослые, получают информацию, которую можно не только увидеть, но и потрогать. Мне понравилась эта парта, как за ней раньше сидели. Мне очень понравилась люлька для малыша. Их украшали всякими красивыми узорами, вышивками и так колыхали ребенка. Я узнал, в чем ходили тогдашние дети и взрослые, за какими партами они сидели, в каких тетрадях они писали, на чем шили свои одежды и вообще, в общем, как они жили. Такой же этнографический уголок и в Знаменской сельской библиотеке. Здесь юные жители агрогородка знакомятся с этнографией и изучают историю белорусского быта. Изюминка выставки – сама комната, стилизованная по деревенскую избу. Я считаю, что появление элементов музейной деятельности в библиотеке обладает потенциалом для осуществления краеведческой деятельности. Изучается история своего района, своей деревни. И это важно, конечно, сохранять такие уголки этнографии для будущих поколений. О жизни предков здесь говорят ступа, прялка, маслобойка, народные костюмы, украшения, кровать. Каждый посетитель открывает для себя что-то новое. Мне понравилась одежда. Как стирали и утяжили одежду. Как слушали наши прабабушки и дедушки музыку. Я думаю, что очень важно сохранять вещи, как это память, вклад в будущее. Просто очень интересно даже посмотреть, какие вещи были раньше. Окунуться в этнографическое путешествие может каждый житель Прибужья. Изучить историю малой родины, узнать обычаи и традиции тех времен не просто интересно, это нужно. Ведь в том числе и от этого зарождается любовь к Отечеству. Валерия Гальперина, Станислав Линник, 7 дней Прибужья. И в завершение о спорте. Первенство Брестской области по туристско-прикладному многоборью в технике пешего туризма в закрытых помещениях приняло Прибужья. Состязания состоялись на базе средней школы Агрокородка Муховец. В них приняли участие 10 сильнейших команд области. Среди них и команда Брестского района из 10 человек, победители районных соревнований по туристско-прикладному многоборью. 12 возрастных групп ребят со всей области на дистанциях двух классов сложности приняли участие в этих соревнованиях. Дисциплины несколько. Переправа, вязка узлов, техника горного туризма, стенка для скалолазания. Здесь прекрасное общение. Мероприятия проходят в основном в лесах. То есть это свежий воздух, это интересные навыки, которые приобретают ребята. Всевозможные переправы, преодоление любых препятствий, работа с веревками. И вот вся вот эта техническая работа очень привлекает молодежь и им нравится этим заниматься. Мотиваций для занятий этим видом спорта у ребят множество. Общение, провождение свободного времени, приобретение навыков туристско-прикладного многоборья. Сильную команду выставили и хозяева первенства. Это победители районных соревнований по туристско-прикладному многоборью. Кроме этого в средней школе «Агроградка Муховец» создана стационарная база для занятий этим видом спорта. Мы старались, старались. Время покажет, но в принципе, я думаю, будем не хуже всех. Я думаю, во-первых, это интересно, много поездок, много соревнований. Это и в лесу, палатки, костер, песня, романтика. Команда Брестского района разновозрастная, но всех объединяет командный дух и стремление к победе. Я научился подниматься разными видами, спускаться, трайверсы. Почти два года занимаюсь уже. Научился многому скалолазанием, ориентированием, техникой. Первый раз. Так что я вывез, если честно, как-то. Чем интересен туризм? Ну, я более спортивная девочка, и я, получается, хочу пойти на тренера по туризму и там еще на учителя физической культуры. Мне это очень сильно понравилось, мне это приносит удовольствие. Не все станут профессиональными спортсменами, но навыки, полученные от занятий туристско-прикладными видами спорта, пригодятся во взрослой жизни. Детям нравится, детям интересно, потому что, ну, такое вот естественное движение, залезть, слезть, но это нормальное движение ребенка, чтобы где-то куда-то залезть еще с маленького. Поэтому дети ходят с удовольствием. Ну, требования тут такие, как во всем спорте. Должен быть человек и быстрый, и вовкость особенно нужна, и координированность, и где-то равновесие бывают, моменты сложные. Ну, и где-то какие-то лишние качества такие, там, смелость какая-то, самостоятельность, надо принимать решение, что делать самому. Первенство Брестской области по туристско-прикладному многобурью стало этапом подготовки к республиканскому турниру, который пройдет в Минске. Юрий Печер, Юрий Принда, 7 дней при Бужье. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам воскресного вечера и плодотворной рабочей недели. Смотрите программу «7 дней при Бужье» ровно через неделю на телеканале «Беларусь-4», Брест.